Я целый фильм снял, с восхищением рассказал, но как-то получается, что разная аудитория не пересекается. Несколько человек из вас увидит тот фильм, а те, кто тот фильм видели, еще несколько человек вот тут среди вас. Ну так и случается. Сколько спрашивал, вопрос задает сливы на абрикос, смотрели вебинар? Нет. Ну что я должен делать? Хорошо нашелся этот, кто смотрел, и задал вопрос. Смотрите, нормально чаще всего, ну, 10% случаев, 90%, 99% прививает абрикос на сливу. У абрикоса слабая корневая шейка. Слива я показывал, рассказывал, и фильм, кстати, посмотрите тоже потом. Он выйдет буквально через день-два, Антон Валерьевич его монтирует, выставит, Сафрон, кстати, зовут фамилия, и выставит его на это, в гостевой книге, не читая там Ютуба. И вот, значит, целесообразность есть, близкие к грунтовой воде. У слива корень короче-короче, сырей климат, как подвозь сливу, а годится-годится. Остается, чтобы абрикос к нему привык. Но это особая работа. Мы с вами, это, когда я говорю про это самое, наслоение ментора, ученые у виска крутят, а чаще не крутят. Для них это, ну как, ну это, как, вспомните, была такая полушидливая эта. Сколько чертей разместится на конце иглы? Вам смешно? А в церковных кругах, в те средние века, был диспут такой. Не могли договориться, сколько чертей разместится на конце иглы. И вот здесь так же. Слива эта иголка, абрикос, это как черт. Сколько, может, просуществует на сливе. Вот. Да, конечно, он через 5-10 лет, я это проходил, я же не болтун, я же все знаю. Вот, он начинает умирать. Некоторые сразу, некоторые попозже, некоторые дадут несколько урожая. Потом начинается то, что обычно происходит. Долго ли живут люди с чужим сердцем или с чужой почкой? Вспоминайте. Так и тут. И вот получается, что все-таки абрикос покушать можно. Добавить сюда наслаждение ментора по железу можно добиться слива абрикосового гибрида, который будет долго жить и не сгнивать. И урожая давать уже десятки лет. Ну, эй, научно-исследовательский институт какой, вспоминайте. Никакой, сейчас поймете, почему я так говорю. Вот. Значит, наоборот, абрикос на сливе. Ой, наоборот, я оговорился, слива на абрикосе. У меня единственная живет такая слива на абрикосе, венгерка. Но единственная попытка с сливами ринклодами у меня не удалась. Я вам показывал даже это, фотографии, остатки от былой роскоши. Вот. Конечно, сливы и абрикосы стали этими клонами, этими гибридами. Но подражать некому. Кстати, после этого, когда я показал, сказал, что надо с черенками в следующее поколение. Полная тишина. То есть, уже и любители разучились. Ну, то есть, все. Это тоже вымирающих. Раньше мы любители шли впереди планеты всей. Теперь здесь тупик. Вот. Поколение сменилось. Не то, что мое поколение много чего сделало, но ушло. И вот получается, что вдруг оказывается, я когда обнаружил у Чернобаева вот эту вот фотографию от него, от его это самое, очень сильно изменились плоды слаще, крупней, красивей, моя венгерка у него стала другой. Я еще полушутя вспомните очередной фильм, обвинил его в том, что он испортил сорт, в хорошем смысле. Вот. То есть, шансы есть. Вот я ответил на этот вопрос. Абрикос как подвой практически не используется. Еще почему? Видите? Так вот, у нас в России нет абрикосов в принципе, и нет абрикосовых подвоев в частности. На что сливу плевать, чтобы вот так вот это чудо... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...